Олеся, я тебя поздравляю с таким замечательным результатом. 100 баллов по русскому языку ЕГЭ. Очень достойный результат. Ну как тебе было? Не страшно? Было страшно, но всё получилось. Спасибо вам большое. Наивысшая оценка на ЕГЭ. Результат неожиданный и приятный как для самой Олеси Глебовой, так и всей школы. Выпускница 11-го, первая из учеников Щелковской школы номер 10, кто получил 100 баллов по русскому языку. До этого были стоп-бальники по математике и литературе, но так блеснуть знаниями о великом и могучем удача улыбнулась только в этом году. Все начали писать, что приходят результаты по русскому. Я просто как-то случайно зашла, открыла, и я смотрю 100 баллов. Я сначала просто не поверила. Я позвонила родителям, они, конечно же, тоже не поверили. Первые мгновения, это был какой-то шок. Не сразу я поняла, что действительно такое возможно. Выходит, что возможно. Олеся, со слов учителей, гуманитарий, участница международных олимпиад, технологического университета, победитель и призер олимпиад по английскому языку. Увлекается историей, общество знанием и правом. Но русский язык она и ее сверстники знают лучше. А все потому, что в школе по профильному предмету работает талантливый учитель. Дети сдали экзамен по русскому языку все выше 70 баллов. И средний балл по русскому языку в 10-й школе это 84 балла. Получается, это первое место в рейтинге школ Челковского городского округа. Приятно? Очень приятно. Конечно же, огромная заслуга здесь преподавателей нашей школы, Гортавцевой Веры Александровны. Это настолько неизведанный предмет. Мне кажется, им можно заниматься бесконечно, и ты никогда не будешь знать всего. Учители отзываются об Олесе только с положительной стороны, целеустремленная, трудолюбивая. Из классиков предпочитает читать Гоголя, Тургеневскую прозу и стихи Есенина. В любой науке старается дойти до конца, узнать больше, чем написано в школьной программе. ЕГЭ по-русскому у Олеси был первым. Одним из пунктов было сочинение. Сочинение как раз про выпускника школы и про его жизненный путь. Легко было про это писать, потому что ты целый год находишься во всей этой атмосфере, и, в принципе, для тебя это действительно понятная тема. У девушки сформировались четкие ориентиры получить хорошее высшее образование и состояться в жизни. Я думаю, что я хочу развиваться в медиасфере и связать свою жизнь с медиакоммуникациями, рекламой и, возможно, маркетинговой сферой. На днях Олеся получит свой красный аттестат и свидетельство о госэкзамене. В последнем будет написано 100 баллов по русскому языку. Гуманитарные вузы таких абитуриентов охотно зачисляют. Михаил Налютов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...